Теперь следующая глава у нас в книге на странице 180 называется Бабут Тасфих. Глава о Тасфихе. Но прежде чем к этой главе приступать, сделаем быстренько муража, то есть сделаем быстренько повторение нашей второй части, то есть вторая часть книги, практическая часть, которую мы прошли, она начинается с 157 страницы, быстренько в течение 5, 10, 15 может быть минут пробежимся и вспомним то, что мы до этого проходили. Почему? Потому что в главе о Тасфихе есть определенные сложности при решении заданий. И чтобы нам с этими сложностями встретиться в вооруженном виде, то есть так, что мы вспомнили то, что мы проходили раньше. Почему? Потому что если мы сейчас их начнем решать и мы не помним то, что было ранее и будем путаться, это приведет нас к еще большей путанице. Усвоили? Поэтому открываем страницу не 157, а какую? 159. Все читать не будем, естественно, просто пробежим то, что мы изучали, то, что называется по названиям глав, просто по шапкам, по основным моментам. То, что мы, или то, с чего мы начали главу о хисабе, то есть о расчетах, сказали то, что хисаб, расчет, в науке о наследстве бывает двух видов. Это таасиль и тасфих. Что касается таасиля, мы уже прошли. Что касается тасфиха, вот мы его собираемся начинать проходить. Что мы сказали такое таасиль? Таасиль, грубо говоря, это когда ты пытаешься выяснить, какова циферка, которая будет в верхнем квадратике наших схем, наших таблиц. Это называется что? Таасиль. То, что называется поиск основного числа вопроса, через который мы находим доли каждого наследника на практике в каждом вопросе по отдельности. Не просто говорим, мама получает одну шестую, так, но уже смотрим, сколько это конкретно, относительно конкретного наследства. Это, иншалла, понятно. И второе мы сказали тасфих. Тасфих это примерно то же самое, что таасиль. Только оно отличается чем? Что при тасфихе есть дополнительная проблема. Есть дроби, не целые числа. Когда мы разбираемся только с тасилем, мы встречаем только целые числа. Никаких дробей, не то что дробей, одна третья, одна шестая, все это дроби. Когда мы говорим дроби, имеется ввиду не целые числа. Десятки, сотни и тому подобное. Одна целая пять десятых, допустим. Так, одна целая, одна третья. Вот это уже что называется? Не целое число. До этого мы встречали только целые числа. Правильно? Одна шестая, одна вторая, одна третья, две трети. Это все целые числа. А если у тебя встретится одна целая, две третьих. Одна целая, допустим, сколько? Одна третья. Три целых, две вторых, две третьих, точнее и тому подобное. Это что такое называется? Называется не целые числа. Так вот, форрайт, наука наследства, ведет нас к тому, чтобы мы избавлялись от этих не целых чисел. От этих излишков, десятков и тому подобное. Почему? Потому что если они останутся, нам будет тяжело делить наследство на практике. То есть, как ты поделишь, допустим, 10 гектаров земли или 1 миллион рублей среди наследников, когда один получает 1,1,2, второй получает 2,2,3, третий получает, допустим, 0,1 и тому подобное. Это тяжело делить, правильно или нет? Поэтому, чтобы от этого избавиться, от этой проблемы, мы должны избавиться от этих неровных, нецелых чисел и оставить только целые числа. Этот процесс будет называться как? Будет называться ТАССИ. Он у нас сегодня пройдет далее по уроку. Далее говорили то, что ТАССИЛЬ, ТАССИЛЬ бывает в трех ситуаций. ТАССИЛЬ, в нем может быть три ситуации. Первая ситуация, если наследники после покойного представляют из себя только представители особой. Человек скончался, оставил после себя 5 сыновей или 5 братьев, или, допустим, 3 дяди и тому подобное. В этом случае мы говорили основное число в верхнем квадратике, какое будет записано, по количеству их голов. Осталось 3 брата, верхняя цифра будет 3. Осталось 5 сыновей, верхняя цифра будет сколько? 5. Но при этом мы учитывали, что если в вопросе мальчик получает в 2 раза больше, чем девочка, то мы мальчика считаем как за 2 головы. У покойного осталось 2 сына, 1 дочь. Сколько человек будет записано вверху? Циферка какая будет? 5. Потому что 2 сына за 4 человека и дочь за 1. 4 плюс 1, 5. Записали вверху 5. Это первая ситуация. Самая легкая. Какая? Когда после покойного оставались, остались только представители особой. Теперь вторая ситуация сложнее первой, но также простая. Когда у покойного остался один представитель фарда, а остальные представители особой. В этом случае цифра, которая будет в верхнем квадратике, откуда возьмется у нас? Из знаменателя представителя фарда. Допустим, скончался человек, оставил после себя мужа и, например, двух братьев. Так, здесь мы говорим муж, нам женщина скончалась, мужа оставила двух братьев. Муж получит одну вторую и два брата получат остальное. Или пусть будет один брат, получит остальное. Вот какая цифра будет наверху? Мы сказали из знаменателя представителя фарда. Представитель фарда здесь муж или брат? Муж, потому что брат не представитель фарда, а представитель особый. Не получает по конкретным долям, но получает остатки. Смотрим знаменатель мужа, одна вторая, двойка. Двойку написали наверх. Потом уже ищем долю каждого. Так, и третья ситуация, когда после покойного, это уже ситуация гораздо более сложная, чем первые две. После покойного остались сразу несколько представителей фарда. Как минимум два и больше. Представитель особый есть или нет, нас это особо не волнует. Главное то, что после покойного осталось как минимум два представителя фарда. Вот здесь уже вытекает ситуация более сложная. Почему? Потому что нам недостаточно посмотреть просто на знаменатель одного из них и поставить этот знаменатель как основное число вопроса. То есть уже не пойдет. Нам нужно работать со знаменателями всех представителей фарда. Представители фарда 2 работаем с двумя знаменателями. Смотрим их. Смотрим соотношение между ними. Три с тремя. Четыре с четырьмя. И так далее. Поехали. Говорим, работаем с этими знаменателями. Исходя из чего? Исходя из четырех методов. Исходя из четырех правил. Какие методы мы разбирали? Говорили тамасуль, потом талафок, потом тадахоль, потом табайон. Самый легкий тамасуль. Тамасуль это что такое? Когда у обоих представителей одинаковый фарт. Допустим остался муж и осталась то родная сестра. И это получает одну вторую, и это получает одну вторую. В этом случае как будто бы остался представитель один. Потому что мы работаем с двумя знаменателями, но они оба одинаковые. Наверх попишем какую циферку? Ту же самую двойку. Понятно или нет? Вот это ясно. Здесь не иметь ввиду, когда мы говорим, что должен быть одинаковый фарт. Это не обязательно условие. Может быть фарды разные, и главное, чтобы знаменатель был один. Как одна третья или две трети. В любом случае мы работаем только с чем? Мы работаем только со знаменателем. Усвоили? Это что называется? Это у нас то, что называлось тамасуль. Второе было что у нас? Талафок. Говорили, что такое талафок? Это когда два числа, два знаменателя, двух представителей фарда, имеют между собой определенное соотношение. Как понять, имеют между собой определенное соотношение? То есть оба этих числа делятся на одно и то же число без остатка. 6 и 4. Оба этих числа делятся на двойку без остатка. 8 и 4. Оба делятся на... Талафок. 8 и 4 это уже будет что у нас? Талафок. Допустим, какой еще пример можно привести? 8 и 6 тоже делятся оба на одинаковое число без остатка. Понятно или нет? И тому подобное. Талафок. Здесь в данном случае, как мы сказали, будем поступать? Мы делим одно из этих двух чисел вот как раз на это число, на которое оба они делятся без остатка. Допустим, перед нами 6 и 4. Мы сказали, и 6 и 4 делятся без остатка на сколько? На половину, то есть на 2. Делим одну из этих цифр на 2. Шестерку, например. Делим на 2, сколько получилось? 3. И вот этот полученный результат, вот эту тройку, умножаем на второй знаменатель. Второго представителя Фарда. Это сколько у нас в данном случае? 4. 3 умножаем на 4, получается 12. Наверх занесли цифру 12. Потом уже, исходя из этого общего числа, мы вычистим долю каждого из них. Это называлось как? Талафок. Дальше был. Какой метод? У нас на странице какой? Далее следующий метод приходит. Сейчас найдем его, иншала. Приходит на странице 163. А Салис говорит от Тадахуль, в самом верху. Тадахуль это что такое? Это еще легче. Когда мы говорили, одна цифра поедает вторую цифру в равных или за несколько заходов. То есть, или по-другому, большая цифра делится на меньшую цифру без остатка. 2 и 8. Двойка поедает восьмерку в 4 раза. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Все, восьмерка съедена. Или можно сказать, восьмерка делится на 2 и результат получается целое число. 4. Допустим. Смотри, 6 и 4 такое пойдет или нет? Нет, 6 и 4 это не Тадахуль. Почему? Потому что четверка не поедает шестерку, допустим, в 1 заход или в 2 захода. Правильно или нет? Четверка, если мы возьмем в 2 захода, это уже будет 8. Поедает больше, чем шестерку. А нам нужно, чтобы она поела именно это число. Так, допустим, 4 и 12. Здесь уже Тадахуль. Четверка поедает 12 в 3 раза. 12 делится на 4 без остатка. А 6 на 4 делится без остатка или нет? Получается, 1,5 это не без остатка. 1,5. Десятых уже десятки пошли. А нам нужно целое число, чтобы был Тадахуль. В случае Тадахуля мы сказали, какое решение? Берем верхнее число, самое большее, меньшее, откидываем. Все. 8 и 4. Записываем восьмерку. 12 и 4. Записываем 12. Так. 8 и 2. Записываем сколько? 8. 6 и 2. Записываем сколько? 6. Каждый раз берем наибольшее число. И последнее мы говорили Табайюн. Что такое Табайюн? Табайюн это когда между двумя числами нет никакого соотношения. То есть они никакого отношения друг с другом не имеют. Как понять? То есть одно не равно другому, чтобы это было Тадахуль. 2 и 2 и 6, 6. Нет. Таип. Одно не поедает второе, чтобы это было Тадахуль, как 2 и 4 или 4 и 8 и так далее. И между ними нет одинакового числа, на которые бы оба эти цифры делились бы без остатка. Например, какой пример на Табайюн? 4 и 3. Четверка делится на 2 без остатка, тройка уже не делится на 2 без остатка. Тройка делится на 3 без остатка, но четверка не делится на 3 без остатка и так далее. Таип. Теперь 4 и 3 значит между ними Табайюн. Решение при Табайюне какое было, чтобы вывести верхнее число 1 умножаем на второе. 4 умножаем на 3, полученный результат записываем в верхний квадратик. Сколько было бы 4 на 3? Записали бы 12. В нашем примере. Усвоили. После того, как мы эти 4 метода прошли, сказали, что все эти 4 метода можно заменить одним правилом. Которое называется как? Называется Мубааф Аль Муштарак Аль Азгар. То есть, по-русски говоря, наименьший общий знаменатель. Или по-другому Кайдату Касим. Правило Касима. Что это за правило? Опять то же самое. Мы работаем с этими знаменателями. Допустим, перед нами 3 знаменателя. 6, 4 и 2. Пойдет. Какой будет общий, меньший знаменатель среди них? То есть, мы ищем такую цифру, которая на все эти 3 цифры делится без остатка. В данном случае что? 6. 6, 4 и 2 перед нами. 6 делится и на 6, и на 4, и на 2. Пойдет такое или нет? Не, не пойдет. Здесь необходимо найти цифру больше. Понятно или нет? Допустим, сколько? 12. Их будет общим знаменателем. 12 делится на 6, 12 делится на 4, 12 делится на 2. Так. Это было что у нас? Было правило Касима. Оно у нас на кой странице приходило? Приходило на странице 165. Также взяли полезный момент о том, что все фарды, которые установлены в книге Аллаха. А сколько в книге Аллаха фардов установлено? 6. Какие фарды? Кто скажет? 2 третьих, 1 третья, 1 шестая. 1 вторая, 1 четвертая, 1 восьмая. Берем самую верхнюю, идем вниз. Или наоборот в нижнюю, идем вверх. Или среднюю, вверх вниз. Как мы изучали это ранее по книге. И говорили, все фарды могут соотноситься друг с другом в одном вопросе. То есть, прийти вместе в одном вопросе. Кроме какого фарда? Кроме 1 восьмой. 1 восьмая не приходит ни с 1 шестой, ни с 1 второй. Правильно или нет? Не с 1 третьей. Не приходит ни с 1 третьей, ни с 1 четвертой. Почему так? Мы это разъяснили на уроке. Здесь углубляться не будем. Так. Значит, 1 восьмая не объединяется с 1 третьей и с 1 четвертой. С этим тоже разобрались. Если я иногда вопросы задаю, будьте готовы, что в них есть намеренная, как называется, подложка, то есть, или подножка, или ошибка. То есть, для того, чтобы проверить вашу внимательность. Почему? Потому что эта внимательность далее по книге понадобится, чтобы изучить наш вопрос, а этот вопрос Тасхиха. Дальше. Следующий вопрос, который мы брали, называется как Усулюль Масаиль. Сколько может быть, говорит, основных чисел у нас в верхнем квадратике? 7 цифр. Что это за цифры? Откуда они берутся? То есть, они берутся издалей, которые указаны в Куране. А это цифры какие? Двойка, тройка, четверка. Двойка, шестерка, восьмерка, двенадцать и двадцать четыре. Почему пятерки нет? Потому что нет такой доли, одна пятая или одна пятнадцатая, чтобы можно было из этой цифры вытащить пятерку. Правильно или нет? Таид. Это называется основы вопросов. Их всего семь. Это у большинства ученых. А некоторые из ученых добавляют еще какие? Ханболиты конкретно. Какие еще две цифры добавляют? Восемнадцать и тридцать шесть. Но мы сказали более правильно, что это не Аслан, а как называется? Масахан. Почему? Потому что они не выходят сразу из Таасиля. Но требуется для них Тасхих. И даже если скажем, что мы их можем вывести сразу из Таасиля, то эти цифры, мы в них не нуждаемся. Потому что эти цифры возникают только если мы скажем, что дед наследует и братья с ним вместе наследуют. Но более правильное мнение, что если есть дед, то братья не наследуют, но перекрываются дедом. Поэтому в этих двух цифрах, цифрах восемнадцати и тридцать шесть, у нас нужды вообще нет. Понятно? Далее. Теперь следующий вопрос, который мы взяли, это вопрос Ауля. И изучили, что такое Ауль. Сказали, когда доли наследников превышают само наследство. Сказали более правильное мнение в вопросе Ауля какое? То, что мы не ущемляем кого-то конкретного из наследников. Но ущемляем их всех по справедливости. Если всем не хватило, то пусть не хватит всех. Это более правильное мнение в вопросе мнения кого. Большинство, более того, на это передано единогласное мнение после разногласия ихну Аббаса. Далее. Следующее, что мы изучили. Изучили, какие из этих семи основных чисел, какие из этих семи основных чисел. Относительно них бывает Ауль. А относительно каких Ауля не бывает. Относительно каких бывает Ауль? Сказали. Сколько их из семи? Три. Три. Это три цифры. А какие это три цифры? 6, 12 и 24. 6, 12, 24. Остальные, в них ауля не бывает. Так, шестерка вырастает у нас до скольки? Четыре раза вырастает. До семерки, восьмерки, девятки, десятки. 12 вырастает сколько раз? Три раза. 13, до 15, до 17. Так, 13, 15, 17. И 24 вырастает бахиля, жадная, скупая маскали. Вырастает только один раз. До 27. Это что касается ауля. Эти примеры мы привели или нет? Эти примеры мы привели. Как мы этот ауля решали? Мы говорили, решаем как обычный тассиль. Просто потом подсчитываем их доли, внизу основной цифры. И если их больше, чем основная цифра, то вот эту вот полученную цифру подписываем рядом с основной цифрой. Было 6, стало 7. Было 12, стало 13, или 17, или 15, и так далее. А те же нижние циферки так и оставляем. Переносим их куда? В левую графу, в том же виде, в котором остались. Исходя из этого, у каждого из наследников пропорционально и по справедливости уменьшается их доля. Это также разобрали. Далее. И потом перешли на понятие какое? На понятие ануал-фурут. Теперь можно приступать к главе Бабу Тасфи. Основных чисел у нас в верхнем квадратике. 7. 7 цифр. Что это за цифры? Откуда они берутся? Вы сказали, они берутся из долей, которые указаны в Коране. А это цифры какие? 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24. Почему пятерки нет? Потому что нет такой доли 1,5 или 1,15, чтобы можно было из этой цифры вытащить пятерку. Правильно или нет? Это называется основой вопросов. Их всего 7. Это у большинства ученых. А некоторые из ученых добавляют еще какие? Ханболиты конкретно. Какие еще 2 цифры добавляют? 18 и 36. Но мы сказали более правильно, что это не Аслан, а как называется? Масахан. Почему? Потому что они не выходят сразу из Таасиля, но требуются для них Тасхих. И даже если скажем, что мы их можем вывести сразу из Таасиля, то эти цифры, мы в них не нуждаемся. Потому что эти цифры возникают только если мы скажем, что дед наследует и братья с ним вместе наследуют. Но более правильное мнение, что если есть дед, то братья не наследуют, но перекрываются дедом. Поэтому в этих двух цифрах 18 и 36 у нас нужды вообще нет. Понятно? Далее, теперь следующий вопрос, который мы взяли, это вопрос Ауля. И изучили, что такое Ауль. Сказали, когда доли наследников превышают само наследство. Сказали более правильное мнение в вопросе Ауля какое? То, что мы не ущемляем кого-то конкретного из наследников, но ущемляем их всех по справедливости. Если всем не хватило, то пусть не хватит всем. Это более правильное мнение в вопросе мнения кого, большинства, более того, на это передано единогласное мнение после разногласия Ибн Аббаса. Далее. Следующее, что мы изучили, изучили, какие из этих семи основных чисел, какие из этих семи основных чисел, относительно них бывает Ауль, а относительно каких Ауля не бывает. Относительно каких бывает Ауль? Сказали. Сколько их из семи? Три. Три. Это три цифры. А какие это три цифры? Шесть, двенадцать и двадцать четыре. Шесть, двенадцать, двадцать четыре. Остальные, в них Ауля не бывает. Так, шестерка вырастает у нас до скольки? Четыре раза вырастает. До семерки, восьмерки, девятки, десятки. Двенадцать вырастает сколько раз? Три раза. Тринадцать, до пятнадцати, до семнадцати. Тринадцать, пятнадцать, семнадцать. И 24 вырастает бахиля, жадная, скупая мы сказали, вырастает только один раз, до 27. Это что касается ауля. Эти примеры мы привели или нет? Эти примеры мы привели. Как мы этот ауля решали? Мы говорили, решаем как обычный тассиль. Просто потом подсчитываем их доли внизу основной цифры. Если их больше, чем основная цифра, то вот эту полученную цифру подписываем рядом с основной цифрой. Было 6, стало 7. Было 12, стало 13, или 17, или 15, и так далее. А те же нижние цифры так и оставляем. Переносим их куда? В левую графу, в том же виде, в котором остались. Исходя из этого, у каждого из наследников пропорционально и по справедливости уменьшается их доля. Это также разобрали. Далее. И потом перешли на понятие какое? На понятие аннуаульфрут. Теперь можно приступать к главе бабутосфи. Просто потом подсчитываем их доли внизу основной цифры. Если их больше, чем основная цифра, то вот эту полученную цифру подписываем рядом с основной цифрой. Было 6, стало 7. Было 12, стало 13, или 17, или 15, и так далее. А те же нижние цифры так и оставляем. Переносим их куда? В левую графу, в том же виде, в котором остались. Исходя из этого, у каждого из наследников пропорционально и по справедливости уменьшается их доля. Это также разобрали. Далее. И потом перешли на понятие какое? На понятие аннуаульфрут. Теперь можно приступать к главе бабутосфи. И потом перешли на понятие какое? На понятие аннуаульфрут. Теперь можно приступать к главе бабутосфи. Главе бабутосфи. Продолжение следует.